Важно смотреть на внутреннюю статистику, то есть что показывает внутренняя статистика Instagram. А многие блогеры на сегодняшний день это полноценные СМИ, это полноценное средство массовой информации. И дальше вам нужно продумать, что они там должны сделать, то есть какое целевое действие для того, чтобы вы могли сразу замерять конверсию. Сильно радоваться тому, что пост будет висеть там пожизненно, ну нету смысла, потому что мало кто вообще листает там прям стену блогеров и прям перечитывает все посты. Всем привет, с вами Юлия Трус и вы на канале Московской Академии Экономики и Развития. И в этом видео мы поговорим с вами о блогерах как о полноценном канале продвижения. Досмотрите это видео до конца для того, чтобы не сливать ваши деньги на рекламу, которая никогда не срабатывает. Эффективно ли сейчас в принципе реклама блогеров или им уже давно никто не доверяет? Ну смотри, блогерам их аудитория вполне себе доверяет. Люди подписываются на блогера, они наблюдают за его жизнью, за теми его смыслами и мыслями, которыми он делится. Они ему начинают доверять и по сути они доверяют всему, что говорит блогер. Даже на сегодняшний день уже мы видим такую тенденцию, что блогеры отмечают, что это реклама. Они все меньше и меньше врут, что это их такая искренняя, нативная там рекомендация. Они прямо говорят, это реклама и реклама все равно хорошо работает в том случае, если блогер хорошо был подобран. А как правильно подобрать? Ну, во-первых, важно, чтобы у блогера была целевая аудитория, чтобы его аудитория соответствовала критериям и признакам твоей целевой аудитории. Понятно, что там будет какой-то процент брака и может быть даже серьезный процент брака. Но смотри, если, например, вот был у нас такой кейс, жалоба была на то, что реклама у блогера не сработала. И вот смотри, там такая ситуация, блогер рассказывал о том, как вести домашнее хозяйство, экономия. То есть, как сэкономить на этом, как постирать пакетики, правильно, как, я не знаю, колготочки дырявые использовать под что-то. Ну, то есть, там огромная аудитория, эта аудитория доверяет этому блогеру. И тут заходит, рекламирует какие-то там инвестиционные какие-то штуки. И там понятно, что аудитория, это не откликается, они здесь не про то, как образовываться, не про то, как учиться финансовой грамотности, а они про то, как просто и дешево вести домашнее хозяйство. То есть, там просто было несоответствие целевой аудитории, аудитории блогера. Нужно понимать, что блогер вам продает не свой пост и не свой сториз. Пост продает свою аудиторию. И вот важно видеть, а кого ты там будешь покупать, что для этого нужно. Если блогер ведет эфиры, обязательно заходить на эфиры и смотреть, что они пишут, о чем они общаются со своим блогером, чтобы понимать, насколько они доверяют, о чем они общаются, подходят ли эти люди под то описание твоей целевой аудитории, которая нужна тебе. Важно заходить тоже в посты и смотреть, что они пишут. Не в старые посты, а вот сегодня выходит пост, и заходи, смотри. И ты будешь обращать внимание, что если там какие-то односложные комментарии, ну, например, там, я тоже так считаю, там, или ты всегда говоришь по существу, и это вот однообразие бесконечно, это значит, сюда привели, то есть эти комментарии закупили. То есть не только на количество надо смотреть, а и на то, какие эти комментарии. И если вы там видите, что люди пишут развернутые комментарии, там начинаются ветки, даже если там срач какой-то, это говорит о том, что это живая настоящая аудитория, они общаются, и ты будешь, твой пост будет показан среди живой настоящей аудитории, ну, собственно, то, что тебе и нужно. Ну, и дальше опять возвращаемся к тому, это те люди или это не те люди, какого там возраста ориентировочно эти люди, про что они говорят, как они про это говорят, и подходит ли это тебе. Какая еще есть ошибка? Очень часто, когда выбираешь блогера, ты смотришь на количество подписчиков, и вот кажется, что большое количество подписчиков, это гарантия, что реклама лучше сработает. Вот здесь нет никакой гарантии. Во-первых, возвращаемся к первому пункту про соответствие аудитории, да, и второй пункт, к сожалению, многие блогеры продвигаются за счет гивов, до сих пор продвигаются за счет гивов, а гивы, аудитория, которая приходит с гивов, это аудитория, которая пришла не на блогера, не на контент, а они подписались, потому что им пообещали за подписку там айфон, да, или там автомобиль. Количество подписчиков еще пока ни о чем не говорит. Следующий показатель после количества подписчиков и целевых аудиторий, на которые нужно обращать внимание, это охваты. Естественно, нужно видеть охваты. И здесь охваты нужно смотреть не лайки под постами, потому что лайки тоже крутят, комменты тоже, ты можешь даже не понять, что эти комменты оставляли люди там условно за разыгранные 200 рублей, потому что пост меняют потом путем изменения, ты не видишь, что там такая активность, просто потому что пообещали каждому там четвертому по 200 рублей на телефон. Важно смотреть на внутреннюю статистику, то есть что показывает внутренняя статистика Инстаграм. Но здесь блогеры, к сожалению, тоже идут на такое ухищрение, они фотошопят цифры, и, соответственно, ты, глядя на эти цифры, можешь подумать, что там все прекрасно, а там ничего не прекрасно. Поэтому идеально на сегодняшний день, как мы решаем эту задачу, мы просим снять видео. То есть видео ты заходишь и показываешь, да, уже видео там отфотошопить практически нереально. Следующее. Блогеры умеют, скажем так, делать пиковую активность вот именно на этот период, когда они готовы закупать рекламу. И они действительно покажут, что сейчас у них классные охваты, там условно кто-то рожал в прямом эфире, или кто-то умер там в прямом эфире, там, естественно, охваты бахнут, да. Но это не значит, что спустя полмесяца там будет такая же статистика. Поэтому за этим нужно тоже следить, то есть прежде чем согласиться купить блогера, за ним нужно понаблюдать, чтобы видеть, а что происходило у него на странице вот в этом периоде. Почему именно такая статистика? Следующая ошибка – это не проверять блогеров по сервисам, да. Элементарно LiveDune завести, но обязательно нужно купить платный доступ взять, потому что бесплатные версии показывают мало данных, и тоже отслеживать своего блогера по данным, которые дают сервисы. Но опять же, недостаточно опираться только на сервисы, важно еще включать свой здравый смысл, наблюдать за своим блогером. Важно ли какой продукт? У блогеров работает реклама любого продукта. Тут тоже нужно понимать, что блогерство – это не просто там, не знаю, там показывать красивые фоточки, а многие блогеры на сегодняшний день – это полноценные СМИ, это полноценное средство массовой информации, и как и в газете любая реклама будет хорошо работать, так же у блогера хорошо будет работать любая реклама, если блогер ее хорошо отработал, ну и соответствует целевой аудитории. Единственное, что нет смысла рекламировать у блогеров – это продукты для B2B. Например, у вас компания, которая оснащает клиники там каким-нибудь расходниками. Понятно, что среди этой огромной аудитории блогера, возможно, будет какой-то представитель клиники, но, во-первых, здесь нужно считать стоимость этого одного потенциального клиента, ну или двух, и, наверное, эти деньги эффективнее распределить на другие каналы. А второе, а будут ли вот эти представители B2B реагировать на рекламу у блогера для бизнеса? Ну, то есть вот здесь может быть несоответствие, поэтому тоже нужно понимать, что если это продукт для конечного потребителя, то, скорее всего, он будет работать. Если это продукт для промежуточного потребления, то есть для бизнеса, бизнес на этом должен зарабатывать или это перепродавать, то, скорее, нет, у блогера это не будет работать. Большая ошибка – не ставить, не прописать полноценное подробное ТЗ для блогера. Ну, во-первых, некоторые не пишут, потому что кажется, божечки, хорошо, что вообще нас согласился хоть кто-то рекламировать. Вторая ситуация – я не знаю, как правильно, наверное, он лучше знает. И здесь нужно понимать, что реклама у блогера, она должна продать идею, что-то сделать. Ну, то есть в вашем случае это может быть, например, что-то скачать, где-то зарегистрироваться, пойти сразу купить, подписаться, обратить внимание и так далее, и так далее. И если вы не скажете, куда вы ведете, куда должен блогер привести людей, то он приведет туда, куда он посчитает нужным. И в этом нет его вины, он так подумал, да, он так ошибся. Поэтому вы, во-первых, должны продумать, куда я должен их привести, и это не всегда аккаунт Инстаграм. Следующее – каким техническим инструментом? Это будет ссылка, допустим, прямая ссылка на аккаунт, или это будет ссылка на сайт, или это будет, например, там, перейдите по такому-то хэштегу. То есть нужно тоже понимать, а технически как они туда пойдут. Дальше вам нужно продумать, что они там должны сделать, то есть какое целевое действие для того, чтобы вы могли сразу замерять конверсию. Потому что замерять конверсию по кликам, да, то есть по кликам на ссылку – это плохая идея, потому что клик на ссылку – это еще не целевое действие. То есть нужно понимать, что вам нужно оснастить вашу рекламу технически, чтобы вы могли ее проверить. Это, конечно же, это UTM-метки в идеале, да. Если вы не можете по каким-то причинам попросить поставить UTM-метку, то хотя бы просите писать какое-то кодовое слово, чтобы вы могли статистику собрать от этого блогера, чтобы в следующий раз, спустя там полгода, когда вы принимаете решение закупать у этого блогера рекламу или нет, вы не думали, что она такая приятная девочка, а чтобы вы видели, да, там хорошая конверсия была, эти люди потом покупали или эти люди потом регистрировались. И вы уже понимали, что, допустим, у этого блогера классно рекламироваться, а у этого не очень хорошо. В техническом задании обязательно нужно указывать блогеру, где должна быть размещена ссылка, если это речь идет про сторис, потому что иногда блогеры слишком низко ставят ссылку, и невозможно на нее нажать, и ваша реклама, как бы она была, но никто туда не перешел. Следующее, вы должны рассказать, на каком фоне в идеале снимать эту рекламу, какой звуковой фон должен быть, может ли играть музыка, или это должна быть абсолютная тишина, это должно быть лицо, или это можно снимать, там, я не знаю, улицу, то есть чем подробнее вы пропишете сценарий, тем лучше эта реклама сработает. Пост или сторис? Или серия сторис? Пост или серия сторис? Ну, сторис стоит дешевле, да, но здесь нужно смотреть у конкретного блогера, потому что у одного и того же блогера, допустим, сторис могут охватываться, там, 100 тысяч, а пост может охватываться, там, 150 тысяч, а разница по стоимости в три раза. Ну, то есть здесь нужно вот на это скорее смотреть, что лучше работает. Ну, и плюс в сторис вы можете поставить ссылку с UTM-меткой, а в пост не можете поставить ссылку с UTM-меткой, и вы не можете увидеть количество переходов, ну, и, соответственно, вы не поймете, что лучше сработало. Если вы договариваетесь о посте, то обязательно обсуждайте, этот пост будет вечно в ленте, а если не вечно, то когда он будет удален. Это очень важно, потому что сторис работает 24 часа, и пост вы тоже должны понимать, а сколько времени он будет там висеть. Стильно радоваться тому, что пост будет висеть там пожизненно, ну, нету смысла, потому что мало кто вообще листает там прям стену блогеров, да, и прям перечитывает все посты. Как понять, что именно этот блогер подходит мне? Ну, во-первых, опять же, да, ты смотришь, что там есть активность, люди верят, это люди, которые, ну, допустим, вот у меня, ко мне приходят банки, сервисы, статистик, маркетплейсы, они видят, что у меня аудитория, мы общаемся про бизнес, моя аудитория им подходит. Иногда ко мне приходят там какие-то, я не знаю, люди, которые хотят рекламировать там тета-хиллинг и так далее. Ну, я не про тета-хиллинг, да, мы про это не общаемся. Но им кажется, что аудитория доверяет, аудитория хорошо реагирует, значит, оно должно зайти. Не все у меня тоже зайдет, то есть идеально подбирать своих блогеров по соответствию вообще принципов, смысла, да, о чем мы говорим и как мы про это говорим. Но тут нужно понимать, что не каждый блогер возьмет на рекламу, ну, потому что, допустим, я вообще никого не рекламирую. И что бы мне ни предлагали, я не буду рекламировать. Когда ищешь себе блогера на рекламу, большая ошибка прям в этом, в предложении в директ писать, «Здравствуйте, мы за вами давно наблюдаем, вы нам так нравитесь, и мы хотим, и у меня есть прекрасный блогер, который занимается». Он взял вот это, вот это. То есть полотно такое, твой блогер зашел и тут же удалил. Потому что в день у меня всего лишь 300 тысяч подписчиков, ко мне в день приходит около 50 таких сообщений. И их вообще не читаю. И я их выкидываю нафиг тут же. То есть, если вы хотите, чтобы блогер увидел ваше предложение, то помечайте это просто словом «куплю рекламу», все. Он либо тебя смахнет, потому что он не продает рекламу, либо он скажет «А, блин, прикольно, зайду». И не надо там вот это ведро информации писать. Достаточно четыре строки, и он либо даст тебе контакт, с кем связаться, либо он скажет «Извините, вы мне не подходите». Каких четыре строки? Условно, да. Первое, это ты должен понять, потому что ты у него попадешь в папку новичков, да, он зайдет, и он там все, его все, все бесят. Их там очень много. Первое, должно быть понятно, что ты ему предлагаешь заработать. И следующее, мы хотим купить рекламу для блога с таким-то продуктом. Все, да, оставьте ваши контакты, не надо «Здравствуйте, мы вас любим». Ему все вот эту херню пишут, что они его любят. Это никак не впечатляет и не трогает. И тут нужно понимать еще одну вещь, что реклама, скорее всего, плохо сработает, если вы людей не переведете сразу в маршрут. То есть, если у вас в техзадании для блогера не будет написано, куда их вести, а там дальше у вас не будет уже запланирована цепочка, каким образом вы их доведете до целевого действия, до покупки, регистрации, до чего угодно. Эту тему я уже освещала в этом блоге, поэтому переходите на видео, смотрите, и мы пойдем дальше. И работа с маркетинговыми маршрутами – это полноценная работа маркетолога. Маршрут мало запланировать, маршрут нужно еще и насытить, скажем так, данными, эти данные собирать, анализировать и потом уже делать выводы, да, по эффективности рекламы. И правильной работе с маршрутами мы обучаем на программе «Комплексный маркетинг» на Маэре и на программе «Маркетинг социальных сетей» на Маэре. Переходите по ссылке под этим видео, записывайтесь и изучайте настоящий маркетинг. Помимо этого нужно оценивать, всегда оценивать, что для вас, для конкретного проекта, для конкретного бизнеса приоритетнее – таргетированная реклама или блогеры. Давайте представим ситуацию, у вас есть условный там миллион на рекламу или 100 тысяч на рекламу, неважно сколько, и перед вами стоит выбор – таргетированная реклама или блогерская реклама. И здесь большой соблазн уйти в блогерскую рекламу, потому что там можно много рекламы и подешевле закупить, да, а таргет, кажется, господи, здесь все очень сложно и невозможно. Но важно оценить целевое действие с таргетированной рекламы и целевое действие в среднем с блогерской рекламы. И чаще всего вы увидите, что целевое действие с таргета обходится вам дешевле. И кроме того, что дешевле, его проще спрогнозировать, потому что реклама у блогеров – это еще и такая рулетка, может быть, вполне себе. Поэтому, когда нужно уже обращаться к блогерам, когда вы не можете освоить весь этот бюджет на таргет, то есть ваш бюджет превышает ваши возможности, вот тогда уже можно выходить к блогерам и добирать вот эту аудиторию и вот эти целевые действия у блогеров. Маленькие не работают блогерам? Ну вот смотри, тоже такое, существует поверье, что маленькие блогеры не работают, да, но и существует также поверье, что крупные блогеры больше не работают. Ну потому что у крупных блогеров аудитория 100% пришла из гивов. Я знаю поименно людей, которые не из гивов привели к себе аудиторию, и у них трудно купить рекламу, и она безумных денег стоит. Поэтому ты не можешь наперед спрогнозировать, спланировать, что у тебя лучше сработает. Ты можешь весь бюджет вложить в одного блогера, и ты получишь офигенный результат. И точно так же ты можешь одному блогеру занести весь бюджет и потерять вообще все, то есть не получить ничего с этой рекламы. Поэтому, когда у тебя есть какое-то ограничение бюджета, да, и это небольшая сумма, и для вас это большой риск, тогда лучше купить несколько маленьких блогеров, маленьких, средненьких блогеров, чем одного большого, потому что у тебя рисков меньше, то есть терять условно и 100 тысяч, 8 или 10 тысяч не так страшно, как и сотки, всю сотку. Именно поэтому реклама у блогеров, это должна быть не разовой какой-то такой итерацией, да, то есть ты, работая с блогерами, ты понимаешь, что, ну, процентов 30 денег на рекламу ты будешь терять, потому что будут обманывать, будут, не будут выпускать рекламу, там много всего может произойти, и ты вот за годы набираешь себе блогеров, с которыми тебе хорошо работать, от которых идет хорошая аудитория, и с которой тебе хорошо потом работать, то есть ты им продаешь. Слушай, как понять, что блогер не мудак, что он тебя не кинет? Никак не понять. Такие дужки кидают мамочки, которые меня кинула конкретно блогерша, которая там наусыновляла полмира, понимаешь, и она не выпустила мою рекламу, и самое интересное, что там несущественно, то есть такая сумма, с которой нет смысла, мы не можем обратиться никуда, понимаешь, такие дужки кидают, поэтому, знаешь, некоторые говорят, она сука, она может кинуть, вот сука, скорее не кинет, а вот эти дужки, мамки и так далее, они кидают. Невозможно определить на берегу, кинуть тебя или не кинуть, ну невозможно, именно поэтому, чтобы тебя не кидали, блогерство на сегодняшний день это уже бизнес, и нормальные блогеры, толковые блогеры работают официально, то есть они работают либо через самозанятость, либо они работают через ИП, ты официально им платишь деньги за оказание услуги, а не просто Машке на карту, и потом Машка тебе говорит, факт, да, ищи меня в моей Рязани или там в Беларуси. Вот, поэтому блогеры могут кинуть, крупные блогеры, кстати, не кидают, крупные блогеры не кидают, но они уже, наверное, дорожатся, им проще отказать, там уже о репутации идет речь, а вот эти все дети, они могут кинуть, да, при том, что дети хорошо могут отработать рекламу. Блогеры не работают за рекламу по факту, не работают, даже не надо рассчитывать и искать, потому что будете посланы. Всегда это предоплата, но всегда нужно подумать о том, что договоренности должны быть скреплены договором, да, официальной бумагой, в которой будет прописано и приложением будет ваше техзадание, чтобы, если, допустим, блогер снимает, делает не так рекламу, вы могли бы четко показать, что вообще услуга была оказана некачественно. Напишите, кстати, в комментарии под этим видео, кидали ли вас, да, и какие были схемы для того, чтобы, ну, мы больше не велись на эти схемы. Приложеньки проверить активность, проверить охваты, проверить голос. Ты не можешь, понимаешь, приложеньки, они же засчитывают все, а любой сервис засчитает тебе все, и ты увидишь, что, ох, какая хорошая активность, да, и потом только ты узнаешь, что эта активность была искусственно нагнанной. Ты можешь только своими глазами зайти и увидеть, что пишут херню, да, или пишут односложные, одинаковые комментарии, там, 7 видов комментариев пишут, это видно у большинства блогеров. У кого-то сработало, у кого-то не сработало. Да, 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 вот рекомендации в чатах очень часто пишут. Вот идти к тем, кто покупал рекламу до тебя у этого блогера, откуда ты знаешь вообще его уровень, да, что он там считал, как он вообще прописал техническое задание, какой там был продукт, были заведены они в маршрут или не были, была ли собрана какая-то статистика, мы не знаем, поэтому вот верить людям, ну, это бред. Там могут тебе такой херни рассказать, могут сказать, божечки, это так было прекрасно, это так было хорошо, потому что ко мне пришло там несколько тысяч подписчиков. И что эти несколько тысяч подписчиков ушли через 3 дня, они могут не заметить даже. Вот. Или они могут сказать, что это было говно отстойное, потому что не было ни одной продажи, а там в рекламе было написано, там, переходите, подписывайтесь, ну, и там так и сказали. Ну, то есть, здесь нужно понимать, то есть, увидеть всю историю, ты ее не увидишь. Я надеюсь, после просмотра этого видео у вас есть представление, как работать с блогерами, какие ошибки не допускать, как их избежать. И ходят слухи, что если вы поставите лайк этому видео, ваша карма очистится и плохих блогеров от вас отведет. И на этом у меня все. С вами была Юлия Трус. До новых встреч. Пока-пока.